Всем привет! Цель этого занятия научиться работать с бинарными данными и с файловой системой. В Node.js для работы с файлами существует модуль fs. И в нем есть множество функций для самых различных операций с файлами и с директориями. Если мы приглядимся внимательно, то увидим первую особенность этого модуля. Почти все функции имеют два варианта. Первая, простое имя, второе имя со словом SYNC. Слово SYNC означает синхронно, то есть если я, например, вызвал fs.readfile, то fs.readfile сначала прочитает файл полностью, а потом вызовет callback, а fs.readfile.sync затормозит выполнение процесса Node.js, пока файл не будет просчитан. Поэтому, как правило, синхронный вызов используют либо в консольных утилитах, либо на стадии инициализации сервера, когда такие тормоза вполне допустимы. А асинхронный вызов всех случаев, когда хочется, чтобы полноценно работал событийный цикл, то есть чтобы Node.js не ждал, пока диск сработает медленный и файл прочитается. Посмотрим на реальный пример использования. Здесь я подключаю модуль fs и вызываю асинхронно функцию readfile. Эта функция принимает имя файла. В данном случае, подчеркнем и подчеркнем, file name — это путь к текущему файлу модуля. И получает callback. Первый аргумент, как всегда, ошибка. Второй — данный, то есть содержимое файла. Если бы это был синхронный вызов, то это бы выглядело так — vardata равно fs readfile.sync. При этом в случае ошибки было бы исключение. Но мы здесь дальше будем работать с асинхронными вызовами, поэтому я это удалю. Итак, запускаю. И вот что я получаю в качестве вывода. Обратите внимание, выявилось не содержимое файла в виде строки, а специальный объект-буфер. Этот объект-буфер является высокоэффективным средством Node.js для работы с бинарными данными. Технический буфер — это непрерывная область памяти, которая в данном случае заполнена этими данными. И работа с буфером достаточно похожа на работу со строкой. То есть можно взять, например, и получить нулевой элемент, то есть вот этот. Можно взять и получить длину буфера. Но в отличие от строк, которые в JavaScript совершенно неизменяемы, содержимое буфера можно менять. Для этого в документации предусмотрен ряд методов, начиная от простейшей методы write, который пишет в буфер строку, преобразуя ее в бинарный формат, учитывая данную кодировку, и заканчивая различными методами, которые записывают буфер, целые числа, дробные числа, числа в формате double и другие числа, учитывая внутреннее компьютерное двоичное представление данных форматов. В данном случае мы хотели бы вывести содержимое фала в виде строки, поэтому давайте преобразуем буфер строку, это можно делать с вызовом toString и в скобках указать кодировку, то есть таблицу, которая указывает, как преобразовать байты в символ алфавита. Обычно кодировка по умолчанию — это UTF-8. Мы так ее и оставим. Запускаю. Ну вот, теперь строка. Если я точно знаю, что я работаю со строками, то я могу, например, указать кодировку прямо здесь. Это будет выглядеть так. Запускаю — тоже работает. В этом случае преобразование в строку происходит непосредственно внутри функции readFile. Ну хорошо, а теперь давайте посмотрим, что происходит, есть ли где-то ошибка. Например, я считываю файл, которого не существует. Запускаю. О! Вывелась ошибка в консоль error. Обращаю ваше внимание, что в ошибке есть следующие данные. Во-первых, это имя ошибки. В данном случае enuend означает, что файла нет. Во-вторых, это код цифровой. И оба кода являются полностью кроссплатформенными. То есть неважно под Windows, под Linux, еще под чем-то я нахожусь. Всегда, если файл не найден, то это означает ошибка enuend. Соответственно, мы можем проверить, если код такой, то среагировать одним образом. А иначе сделать что-то еще. Запускаю. Ну вот, все сработало. Если в будущем вас вдруг заинтересует, какие еще ошибки есть, или вы захотите получить расшифровку какого-то кода ошибки, то, к сожалению, в документации к Node.js эта информация отсутствует, но вы найдете ее в исходнике к библиотеке lib.uv. В данном случае в файле uv.h находятся различные виды ошибок, например, enuend. Вот, нет такого файла или директория. Или e-access. Permission denied. И так далее. Эти коды находятся именно здесь, потому что за вот вывод отвечает библиотека lib.uv. И она трансформирует различные коды операционных систем вот в такие кроссплатформенные значения. Если мы заведомо знаем, что файл может не существовать, то мы можем проверить его наличие при помощи специального вызова. Для этого есть, во-первых, вызов fs.exists, и он проверяет, есть ли определенный путь, но он не может проверить, что это такое, файл или директория. Для более точных проверок есть вызов fs.stat и различные его варианты, которые вы можете более подробно изучить документации. Как правило, в большинстве ситуаций подходит просто стат. Стат получает путь и возвращает объект специального типа fs.stats, который содержит подробную информацию о том, что по нему находится. Вот пример его использования. Запускаю, console.log 1 вывела true, потому что это файл, а второй вывела полную информацию о том, что такое находится по данному пути. Это немножко зависит от операционной системы, от файловой системы, но практически всегда есть размер size, а также дата модификации mtime и дата создания ctime. А вот пример создания нового файла, в котором будет содержаться строка data, после чего мы его переименовываем и после переименования удаляем. Обратите внимание, что в каждом коллбеке я проверяю ошибку, то есть после того, как файл создан, я обязательно проверяю, если есть ошибка, нужно ее как-то обработать. Самый простейший способ это throw. Дальше переименовали, коллбек, если есть ошибка, как-то обработать. Везде, в каждом коллбеке должна быть предусмотрена обработка ошибок, потому что ошибки могут быть в самых непредсказуемых местах. Если пропустить вот это, то потом может быть совершенно непонятно, почему оно перестало работать и где ту саму ошибку искать. Итак, мы кратко познакомились с основными возможностями модуля FS и с некоторыми примерами их применения. Вообще же у этого модуля есть действительно очень много методов, я рекомендую посмотреть на документацию, просто чтобы понимать, что в акции.